Всем привет! Выбрать блок питания в наше время очень непросто. На полках магазинов лежит целая куча шлака. Причем некоторые умудряются продавать этот шлак за кучу денег. В этом видео я хочу вам рассказать какой блок питания выбрать для ПК. Причем не просто выбрать, а выбрать именно дешевый блок питания. Ведь можно просто сказать, бери сисоник за 10 тысяч рублей и будет тебе счастье. Но нет, в этом видео я решил сделать подборку блоков питания до 4000 рублей. Причем с мощностью не менее 500 ватт. Досмотрев это видео до конца, вы узнаете, как выбрать блок питания для вашего ПК, если бюджета немного, но хочется взять неполный шлак. Ну а перед тем, как перейти к обзору рынка блоков питания, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Ну что ж, на рынке блоков питания сейчас можно найти как совсем минимальные БП, так и более мощные решения. Я не буду в этом видео показывать цены на каждую модель, а просто сделаю беглый обзор тех моделей, с которыми я сталкивался и которые действительно можно купить за нормальные деньги. И первыми блоками питания, которые я могу посоветовать к покупке, будут Аэрокул ВХ плюс 600 ватт и Аэрокул ВХ плюс 500 ватт. Да, это дешманский Аэрокул, но в то же время посмотрите на их цену. Они достаточно убогие дешманские блоки. Но давайте представим ситуацию. Вы собрались на каком-то райзен 5 3600 в 1650 супер. Потребляет это железо немного и запитать его можно даже от батарейки. Но тут беда, денег на выбор хорошего блока питания у вас не осталось. Что вы будете делать? Пойдете и возьмете какой-нибудь Аэрокул ВХ плюс 600 ватт. И будете радоваться хоть чему-то. Ну или, например, вы собрали пишущую машинку для гугл хрома за копейки. Разве будет смысл туда ставить хороший блок питания за большие деньги? Думаю, что нет. Так что надеюсь, что меня не уничтожат в комментариях за то, что я посоветовал блоки питания Аэрокул. Это не хорошие блоки питания, но сколько раз на моем опыте люди их ставили и пока что ни у кого ничего не пыхнуло. Так что можно сказать, что это самые минимальные блоки питания, которые сейчас можно купить. За их цену можно купить только китайские ноунейм, которые точно не надо ставить в свой ПК. Дальше я хочу отметить блоки, которые уже спокойно можно выбрать под игровой компьютер. Это очень неплохие за свои деньги RGB блоки питания Thermaltake Smart RGB 500 ватт и Thermaltake Smart RGB 600 ватт. Это уже явно на голову лучше, чем Аэрокул, но до идеальных блоков им еще далековато. Но для средней игровой сборки их будет вполне достаточно. Из особых плюсов Thermaltake Smart RGB можно подчеркнуть наличие не самых плохих конденсаторов и красивую RGB подсветку. В их ценовом диапазоне это однозначно неплохой плюс. Так что в простенькую сборку на том же Ryzen 5 3600 можно спокойно затулить блок питания Thermaltake Smart RGB 600 ватт и радоваться жизни с красивой подсветкой. Следующим блоком питания, который я рекомендовал к покупке это Thermaltake TR2S. Весьма качественный блок питания за малый бюджет, однако он обойдется вам уже дороже линейки Smart RGB. Thermaltake TR2S продается во многих исполнениях, как на 500 ватт, так и на 700 ватт. К примеру такого блока питания на 500 ватт хватит, чтобы запитать обычную сборку на Ryzen 5 3600 в паре со средней видеокартой. Если видеокарта у вас уже более топовая, то смело можете взять такой же только на 600 или 700 ватт. В целом блок питания очень достойный за свою цену. Следующий блок питания, который хочется выделить это Kaugar STE 600 ватт. Тоже очень неплохой блок питания, который можно выбрать в игровой ПК. Единственное, что Kaugar STE 600 ватт это самая дешевая линейка этой фирмы и как большинство компаний они сэкономили в нем на всем чем можно и сравнивать его с топовым Kaugar попросту нельзя. Ведь это уже совсем другой блок питания. Следующий блок питания не вызвал у меня особой симпатии долгое время, но после ни одной сборки на нем люди оставались довольны результатом. Это блок питания Chieftec Element 600 ватт. Очень хорошим плюсом можно назвать низкие пульсации и достаточно качественные компоненты. За свои деньги вполне неплохой блок питания. На опыте его один человек поставил к 2070 в паре с Ryzen 7 2700 и этот блок питания отлично справился с такой нагрузкой. Следующий блок питания от очень хорошей фирмы, но увы по цене он уже на пределе и на его борту всего 500 ватт. Это блок питания EVGA 500W1. В целом мне нравятся все блоки питания от этой фирмы. Уж очень они качественные ставят компоненты, да и сделано все на совесть. Но как-то сильно выделить эту модель от остальных не получится, ведь в основном блоки питания EVGA стоят ощутимо дороже 4000 рублей. И последний ходовой такой блок питания я могу рекомендовать BeQuiet System Power 9. Под прошлом видео о нем мне писал подписчик и оказалось, что это весьма отличный блок питания. Только вот по цене он стоит на грани 4000 рублей и то за эти деньги вы сможете взять всего 500 ватт. Но в целом он имеет место быть. Также стоит отметить блоки питания от компании Zalman. У них есть достаточно неплохие бюджетные линейки. Например серия LE2. Этот блок питания у меня верой и правдой запитывал половину майнинг фермы и спустя два года он остался живее всех живых. Единственное что найти их сейчас относительно непросто, но за свои деньги они тоже вполне неплохой вариант. В общем я рассказал вам про самые популярные блоки питания к которым можно присмотреться. Напомню еще раз что AeroCool это крайний вариант при совсем малом бюджете. Остальные блоки в целом все хороши и все будут неплохо себя показывать. Провести тесты блоков питания это очень тяжелое занятие, поэтому лучше ориентироваться на самые популярные модели, которые уже проверены временем и имеют много отзывов в интернете. Что касается более дорогих блоков питания, то там уже желательно смотреть на золотой сертификат и на престиж фирмы, которая его выпускает. А так в целом я думаю я ответил на вопрос какой блок питания можно выбрать под игровой ПК. Напишите в комментариях был ли у вас опыт использования каких-то из этих блоков. Также если вы хотите посоветовать какой-то другой блок питания, то тоже обязательно отпишите в комментариях. Для тех кто выбирает блок питания это будет отличная информация. А на этом у меня все. Для тех кто еще не знает я открыл личные сообщения в группе в ВК. Если вам нужна какая-то помощь с компьютером можете мне написать. Постараюсь вам помочь. Ссылку на группу можете найти в шапке на странице моего канала. Спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!